Да, кстати, если у вас есть куча ненужных скинов из Dota или CSGO, то вы вполне можете на них неплохо заработать. В этом вам поможет сайт SkinCash. Все просто и быстро. Логинимся на сайте через Steam, вводим ссылку на трейд, выбираем вещи, которые хотим продать, а также удобный для вас кошелек. Затем подтверждаем обмен в Steam и получаем свои денежки. Сайт на 100% безопасный и проверенный не только множеством людей, но и мною лично. Также имеется бонусная программа, благодаря которой вы можете увеличить доход от продажи до 10%. Продавай свои вещи на SkinCash. Ссылка в описании. Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня будет небольшое, но все так же интересное видео, в котором я вам поведаю свежую информацию касаемо нового грядущего героя Доты, четвертого Спирита. Этой теме я уже успел посвятить целых три ролика и за все это время раскопал достаточной информации, чтобы полностью развеять ваш скепсис насчет того, а выйдет ли он вообще. Выйдет. Но однозначного ответа о дате его релиза и опять-таки стихии, которую он будет представлять, Valve пока не дает. Однако разработчики продолжают нам непрозрачно намекать и на первое, и на второе, так что давайте сегодня во всем по порядку. Но для тех, кто в танке и понятия не имеет о чем я вообще толкую, рекомендую ознакомиться с прошлыми выпусками о четвертом Спирите по подсказкам справа сверху. Да, и хотелось бы прояснить еще один момент. Я не гонюсь за хайпом и не стараюсь выпустить какое-нибудь сырое видео как можно быстрее, сразу же после появления свежих новостей. В своих роликах я делюсь с вами как официальной информацией с первоисточников, так и своими аргументами, проводя небольшие расследования по мифологии и прочему. Так что не обессудьте, если некоторую информацию из этого ролика вы уже могли слышать где-то ранее. У меня на этот счет будет более комплексный ролик. Ну что же, на этом все, поехали. Итак, а начнем мы с информации, которую сейчас все так форсят в соцсетях и на форумах. Пойдем по порядку. 8 марта Valve сделали официальное заявление, что International 2017 будет посвящен водной тематике, что на самом деле удивительно, так как стили всех прошлых турниров соответствовали рунам, но никак не отдельным стихиям. К примеру, первый инт, красный стиль, руна ускорения. Второй инт, синий, руна двойного урона и так далее. Стоит заметить, что на сегодняшний день незадействованной осталась лишь одна руна волшебства, которая, кстати говоря, соответствует цвету ауры загадочного четвертого спирита, которого мы видели в комиксе по Романке Кинга. А вот на официальной странице обновления эта руна выглядит как кристалл пурпурного, ну или же светло-фиолетового цвета с голубым свечением внутри, будто вода внутри какого-то волшебного льда. И, конечно же, тут сразу вспоминается моя теория касаемо того, что четвертый спирит будет совмещать в себе сразу две стихии – лед и воду. Ну, конечно, по факту это одна стихия, однако, думаю, вы поняли, о чем я. Вернемся к новости. Кроме того, Valve призвали художников поучаствовать в создании косметических наборов для традиционного тематического сундука грядущего TI-2017. Не стоит ограничиваться героями, которые и так прочно связаны с водной стихией. Выжмите из себя столько идей, сколько сможете. Да, теперь я просто готов дать голову на отсечение, окончательно и бесповоротно заявив, что новый спирит точно будет связан с водой. И, казалось бы, круто, туман неопределенности развеивается, но лично меня огорчило следующее. Судя по этому заявлению, герой, видимо, не планирует появляться на свет аж до седьмого инта, хотя я предполагал, что его выпустят либо на грядущем даке 2017, либо во время киевского мажора. Уверенность мою, да и, в общем-то, многих из вас подкреплял тот факт, что до сих пор не была выпущена Аркана на Джиггернаута, а как мы знаем, все последние вещи качества Аркейн выходили вместе с новыми героями. Я надеялся, что Аркану, да и, впрочем, самого Джиггернаута тесно свяжут с биографией Четвертого Спирита и подадут это с отличной историей. Юрнера был изгнан с острова, который потом затопило. Новый герой уже точно будет связан с водой и, возможно, это он затопил его остров. Все-таки божество, как-никак, и все в таком духе. Но, увы, очень сомневаюсь, что Аркану на Джиггера додумаются выпустить через год после голосования, то есть на TI 2017, ну или же релиз нового героя подтянуть к грядущим турнирам. Но я полон оптимизма и продолжаю верить, что выход Аркана на Джиггернаута будет не просто сырым релизом, дабы отмахнуться от толпы уже разгневанных долгим ожиданием людей, а что-то действительно стоящее и хоть как-то связанное с новым героем. Ну а если Аркана выйдет только на Инте вместе с новым героем, то отлично, я буду этому только рад. Так что рекомендую запастись терпением и надеяться, что на грядущих турнирах нам хотя бы что-нибудь по этому поводу подкинут. Еще хотелось бы развеять одну теорию, которую после новости про водный стиль грядущего Инта начали форсить все новостные порталы. На Дота-двору, например, предположили, что тем самым водяным спиритом может оказаться Бреклин, друг Манки Кинга, которого показали в комиксе. Здесь вам и плавники на щеках, и жабра на шее, но с тем, что это без сомнений новый герой, ребята, конечно, погорячились. Начнем с малого. Во-первых, Бреклин, судя по комиксу, это обычный громилы, участвующий в постановочных боях ради наживы. Не более того. Братья Спириты — это небожители, боги, повелители стихии природы, которые следят за порядком и не позволяют его никому нарушать. Эрф Спирит — воплощение силы земли в обличии умершего генерала Каалина. Эмбер Спирит — воплощение силы огня в теле убитого мастера Зина. И Райт Зин — бог грома, заключенный в теле заклинателя. А здесь же какой-то громила, который переживает, что может погибнуть в бою с кучкой последователей мертвого бога, а затем вообще прогибается под жаждой наживы, приступая через свои моральные принципы и предает Манки Кинга. Как-то не особо вяжется с божеством. Во-вторых, Манки Кинг, судя по его репликам и биографии, ненавидит Четырех Спиритов за то, что они силой заперли его в печи Зина, а здесь у него вполне себе дружеские отношения с Бреклином. В-третьих, опять-таки, судя по репликам, а точнее реплики Манки Кинга, благодаря которой нам дали окончательно понять о грядущем Четвертом Спирите, можно сделать вывод, что Манки Кинг понятия не имеет о судьбе их брата и поэтому спрашивает духов, где он. Если учитывать тот факт, что Манки Кинг прекрасно знаком с Бреклином и отлично знает, что тот остался участвовать в боях насмерть, становится очевидно, что Четвертый Спирит — это явно не он. Иначе к чему и зачем задавался этот вопрос. И в-четвертых, я, конечно, не эксперт в процессах создания новых героев, но готов поспорить, что ни один из разработчиков никогда не поставит себя в тупик, слив публикацию со своим героем задолго даже до его анонса, и я уже молчу про релиз. Все начинается с каких-то ранних концепт-артов героя, и в процессе его создания что-то добавляется, а что-то наоборот убирается. А здесь нам якобы продемонстрировали уже готового персонажа. Как бы не так. Как мне кажется, что на момент выхода Манки Кинга и комиксов, с которых все и началось, у художников даже каких-то ранних концепт-артов этого героя не было. Все, что нам показали, это ничем не примечательный силуэт и какую-то кристальную стену, очень похожую на лед. В общем, друзья, на сегодняшний день это пока все новости, которые касаются грядущего героя. Теперь уже лично у меня нет сомнений в том, что этот герой будет связан с водной стихией. Грустно, конечно, что нам, скорее всего, придется еще долго ждать его релиза, но я все же надеюсь на то, что Valve еще дадут нам о нем вспомнить до августа. Да, кстати, забыл упомянуть, что недавние зимние сокровищницы, которых вышло три штуки, снова были выполнены в цветовых схемах братьев-спиритов, как и, в общем-то, осенние. Более того, в первых двух сундуках герои с самыми редкими сетами соответствовали стихиям элементалей, огненный феникс Эмберу и электрический дизраптор Шторму. Но придумать сет соответствующей стихии Земли разработчикам, похоже, не удалось, поэтому в третьем сундуке от этого решили отказаться. Нет, ну действительно, Земля для таких целей не лучший вариант. За сим я с вами и прощаюсь. Спасибо вам огромное, друзья, за просмотр. Буду рад вашей поддержке в виде лайков и репостов этого ролика в соцсетях. Запасаемся терпением и ждем официальных новостей от Valve. Всего вам доброго, ребят, и не болейте. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok